Следующий выступающий Алексей Суфанов, адвокат, майор в отставке. Здравствуйте. Я защищаю этот полковник Азапаса Барабаша. Меня в течение семи месяцев, не допуская к нему следственный изолятор, мотивируя тем, что делает это политик, что якобы я могу его чему-нибудь там научить и уголовное дело у них, соответственно, развалится. И вот я обратился к начальнику СИЗО с жалобой. Тот мне пишет, что такая позиция следователя, поэтому они меня не допускают. Я пожаловался в суд. В судебном заседании я расколол представителя СИЗО, и он чистосердечно рассказал, какой вывод закон, которое бы позволяло адвоката не допускать подзащитного СИЗО, нет. Но у них есть такая практика. И поэтому адвокатов, как не допускали к политическим заключенным, так их и не будут допускать. В решении судеба Преображенского суда Горькова написала, ордер адвоката и удостоверение адвоката не являются основанием предоставления усказания адвокату с подзащитным. Вот этот вот судейский бред, он опровергается законом, в связи с отодержанием подстражей, где указано, что именно ордер и удостоверение являются основанием предоставления свидания, и постановление Конституционного суда номер 14П 2001 года. Сделано это для чего? Вот только что мне буквально позавчера пришла информация ОЗНВД. Я как бы вот эту вот следователь Таларова, она написала в МВД, в Паскве, что я как бы, я вот походил судьбу в оперативных подразделениях, в специальном подразделении, я могу представлять для нее опасность. Она попросила от меня государственную защиту. Буквально на днях она вызвала для допроса участвующую, присутствующую здесь, жилу Барабаша. Там пыталась ее припугнуть, что и в отношении нее было это связь уголовное преследование, за то, что жила Барабаша перечисляла на карту мужа деньги. На сегодня у нас каждого, кто высказывает недовольство катастрофическим ухудшением нашей жизни, а мы видим, что с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее, могут привлечь за экстремизм, за публичные призывы человека, который не высказал за то, что жить-то стало тяжело, жить стало невозможно, и смотрите, что происходит. И вот к такому человеку, вот такие, как следователь Талаева, не напустят ни адвоката, для того, чтобы он был беззащитен, а о том, что там прослушка, проглядка, мы уже многократно говорили, эти документы выложили у меня в одноклассниках, кто хочет, может посмотреть, сухами об Алексеевском и 5 лет Иркутск. И человеку невозможно будет себя защитить абсолютно. Вот для чего это сделано, для того, чтобы каждого человека сделать зависимым от государства. Поэтому еще хотел сказать о том, что мы все очень настороженно относились к тому, когда назначали уполномоченный по правам человека генерала Ангета Маскалькова. Я обратился к ней с жалобой на недопуск меня подзащитному, и она мне написала, что всех адвокатов не пускает, не только меня, всех не пускает, но делать они ничего не хотят и не будут. Вы представляете, какая сумма денег идет по содержанию того, сколького ее аппарата? И вот эти деньги, они не желают ни делать ничего, ничего не отвечать. А Барабаш и его единомышленники Парфенок Мухин, они сидят только за то, что хотели организовать референдум, на котором поставить единственный вопрос. Должна ли власть, избранная народом, отвечать перед своими избирателями? Единственный вопрос, и вот за это их держит в СИЗО. Следователь Талаева написал вот эту вот гибкость, постановление привлечения их к качеству обинового. Горб Парфенова, Соколова и Мухина держали за это под стражей. И только буквально полтора месяца тому назад, когда прокуратура прочитала наконец-то, были матью, ей дали команду, отказали ее направить дело в суд, ей дали команду изменить сам текст обвинения, и она написала, пять лет они пытались распространить экстремистские материалы, но за пять лет так и не смогли ничего распространить, потому что в 2015 году их действия были пресечены сотрудниками ОСБ. Вот такую вот глупость они пишут.